Отвечая на вопрос журналистов о предстоящей трёхсторонней встрече президентов Азербайджана, Армении и России, по Нагорно-Карабахскому урегулированию дипломат отметил, что ещё нет информации о том, где она состоится. Известно лишь то, что она пройдёт до конца июня текущего года. На встрече должны быть определены векторы будущих шагов в связи с урегулированием конфликта. Пол Адбель-Белюглу особо подчеркнул посредническую миссию России в данном вопросе. Россия безоговорочно признаёт территориальную целостность Азербайджана и в очень многих вопросах поддерживает позицию Азербайджана. Но тут ситуация такая, что Армения является союзником России по военному договору ОДКБ. В Армении уже вошла в Евразийский союз, полноправный член. И, конечно, Россия не может игнорировать интересы Армении. Но интересы Армении и армянского народа, я думаю, не заключаются в оккупации чужих земель. И трезвые политики в России это тоже прекрасно понимают. Посол Азербайджана в России также ответил на критику в свой адрес со стороны Армении. Да, я знаю, что и в парламенте, особенно в армянском МИДе, недовольны моими выступлениями. Но говорят, если враг ругает, значит, ты на правильном пути. Поэтому у меня их невысказывания, наоборот, ещё больше вдохновляют на ту работу, которую я сегодня провожу. И армянским дипломатам можно только посочувствовать, когда, в общем-то, за небольшую зарплату они обязаны врать всему миру и пытаться доказать, что чёрное является белым. Отметим, что в настоящее время Поладбель-Белёглы находится с визитом в Минске. 11 июня исполнится ровно 23 года установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республикой Беларусь. Кроме того, 11 июня состоится минская премьера балета Поладбель-Белёглы «Любовь и смерть», в основе которого лежит древний тюркский эпос Деде Гургут. Ранее балет был с успехом представлен в Азербайджане и России.